Итак, американский конгресс взял и не дал денег на победу над Путиным. Вот вообще не дал. Потом будут каникулы, потом выходные, потом новые прения. А всем пока хорошего Рождества, Нового Года. Берите с собой душевное настроение, теплые вещи и держитесь. Причем накал страстей был такой, что любодорго, куда спрашивается, пропали те, кто орал, что весь мир с ними и что Штаты могут просто взять и еще допечатать кучу денежек для поражения Кремля. Опять же мы услышали столько прекрасных словесных оборотов, что непонятно было, это представители сияющего град на холме говорят или соседи по лестничной площадке, которые не хотят вам в долг давать. И у США кончаются чеки в чековой книжке. И бюджет США это не волшебный бездонный горшочек. Хотя больше всех, ему в конце концов положено, отличился Джо Байден. Такие уж шикарные вещи, рассказывая, что дух захватывало. А именно оказывается, Путин сейчас, если допустить его победу, ничем не ограничится и пойдет захватывать все подряд до Британских островов. Задать себе вопрос, зачем это России надо, которая и просила-то лишь гарантии своей безопасности, потому что в НАТО кто-то уснул на педали газа, докатился уже совсем неприлично до границы самой большой страны в мире, это тяжко, мы понимаем. Но предположить, что сегодня, кроме редких релакантов, потому что уже только что неподавляющее их число вернулось обратно, пускай из фиги, к сожалению, в кармане, русским хочется в Париж, где холодно, голодно, плохо пахнет из-за невывезенных помоек и клопы шастают, как в каком-нибудь фильме ужасов, крайне сложно. Другое дело, так как денег нет не только у Вашингтона, но и у Европы, прекрасная большая семерка порадовала еще больше победителей Москвы, ведь ребята на своем виртуальном сходнике постановили решить, впрочем, еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Дорогие друзья, вот и до нового года осталось всего ничего, с наступающим и нескромно предлагаю объявить марафон подарков для нашего канала, злопыхателям будет что обсудить в комментариях, правда недолго, это подарок на НГ от меня, а для остальных есть номер карты и другие способы перевода в описании к этому ролику. Мы работаем для Вас уже больше двух лет, мне кажется, это чего-то дозаслуживает. Заранее спасибо всем, кому не все равно. Итак, с деньгами для победителей Путина наступила реальная печалька, не дают залезть в широкие, правда, давайте честно, уже местами очень дырявые карманы дяди Сэма, что грусть-тоска. Плюс почти все западные СМИ, как по команде, начали рассказывать, что оказывается было много ошибок, что деньги раздавались не пойми кому, что у Путина было много-много оружия и их обманули. Короче, это жжжж, как говорил Винни-Пух, не просто так. Но, чтобы ребята совсем не грустили, Большая Семерка так и хочет сказать великолепная, но это будет неправдой. Постановили, как они будут теперь помогать победителям Кремля. А именно, сейчас наберите воздуха в грудь цитата, страны же Семь изучат вседоступные способы получить компенсацию от России в соответствии с международным правом. То есть товарищи буржуи обещали подумать, как им обустроить мир без Путина. Удачи, с учетом того, что президент России сейчас на Ближнем Востоке натурально отжигает, а президенту Германии полчаса даже никто из официальных лиц встречать его не выходил. Однако, конечно, граждане в дорогих костюмах явно будут доталово рассказывать окружающим, какой Кремль плохой вообще, ибо то, что они натворили, тянет на срок, а сидеть никто не хочет, особенно на электрическом стуле. И это точно не конец истории.